В крае подходят к концу работы на двух стратегически важных участках краевых дорог. Один из них подлежал ремонту и ведет из Владивостока в Артем. Мы сейчас находимся на участке дороги Владивосток-Артем, протяженностью 4 километра. Он в ремонте по национальному проекту безопасной и качественной дороги. В настоящее время произведены полностью все земляные работы, заменены слабые грунты, устроен водоотвод, переустроена водопропускная труба. Сейчас мы приступили уже к укладке асфальтобетона и в настоящий момент заканчиваем уже верхний слой. По контракту должны были закончены в ноябре. Планируем, что в августе мы закончим полностью все работы. Второй участок строился с нуля и является частью инфраструктуры интегрированного развлекательного курорта Приморья. Дорогу и горная зона «Пятый сектор». В этом году мы заканчиваем его в июле месяце. То есть остались нам документальные вопросы, устранение замечаний. И мы будем вводить его в эксплуатацию. Это, соответственно, инфраструктура по и горной зоне, туристический кластер. То есть это для жителей Приморского края, для гостей тоже очень важно. То есть чтобы у нас гости приезжали, ездили по хорошим дорогам. Соответственно, мы над этим очень много работали и, в принципе, результата мы добились. Дорога «Пятого сектора» является последним этапом создания дорожной инфраструктуры и горной зоны Приморья. Завершены работы по устройству автомобильной дороги протяженностью 1620 метров по пятому сектору. Это был последний участок дорожной инфраструктуры и горной зоны Приморья, который необходимо было завершить. Мы его завершили. Вся горная зона у нас разбита на секторы, на участки. И к каждому участку мы подводим всю необходимую инфраструктуру. Это дорожная инфраструктура, электроснабжение, водоснабжение, канализация, для того, чтобы резиденты могли создавать свои проекты. Глава корпорации также обозначил высокую значимость проводимых работ. Проект и горной зоны подразумевает увеличение туристического потока. Если смотреть по прошлому году, у нас было порядка 650 тысяч туристов в игорной зоне, часть из них иностранных. И общий объем инвестиций, который предполагается привлечь именно на игорную зону ИРК Приморья, составляет порядка 130 миллиардов рублей. На сегодняшний момент нам удалось привлечь порядка 60 миллиардов рублей. Это действующие резиденты, которые реализуют свои проекты в игорной зоне. Ход работ на участках проинспектировала первый вице-губернатор, председатель правительства региона. По ее словам, создание качественной дорожной инфраструктуры будет способствовать в целом развитию туризма в Приморье. У нас сегодня выездное мероприятие по развитию туризма в Приморском крае. И, конечно, это же наша игровая зона. Здесь были незавершенные участки дороги. Ну и на самом деле, конечно, нас интересует вообще весь туристический кластер вот в этом районе. Здесь и у нас и Рагерик, и Океан, и Бухта Лазурная, и Бухта Муравьинная. И, конечно же, вот сейчас весь путь мы проделали, посмотрели два участка дороги. Очень здорово, они соединены все друг с другом. Ну и, собственно говоря, туристический сезон у нас в разгаре. Поэтому в этом плане все в сроке выполнено. Это, конечно же, радует. Вот сегодня такие мероприятия, которые как раз говорят о развитии туризма у нас на территории Приморского края. Напомним, ремонт участка трассы Владивосток-Артем и строительство дорожной инфраструктуры и горной зоны Приморья завершается в крае. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.